Всем привет! Вы попали на канал девайса и сейчас я расскажу про очень производительную сборку с бюджетом до 100 тысяч рублей, которая подойдет для игр в Full HD и даже для 2К разрешения, а также справиться с любыми рабочими задачами. В ролике представлено два варианта сборки на базе процессоров AMD и Intel. Планируешь собрать себе компьютер? В описании под видео ты найдешь приятный бонус в виде скидочного промо-кода и ссылки на все комплектующие, по которым можно более детально ознакомиться с характеристиками и посмотреть текущие цены. Ну что, самое время начинать. В случае с платформой AMD ориентироваться стоит на пятое поколение процессоров Ryzen. В качестве основы я взял практически ультимативный Ryzen 7 5800X. К такому процессору в пару нужна качественная материнская плата с хорошей системой питания и элементной базой. В эти критерии отлично вписывается Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Разумеется, можно было выбрать и топовый чипсет X570, но как по мне B550 более чем достаточно для сборки до 100 тысяч рублей. Разгон процессора и оперативной памяти он поддерживает, а имеющиеся различия по большей части несущественные. У данной материнской платы внушительные радиаторы на VRM и чипсете. Сразу же три разъема PCI-Express X16 и два слота под высокоскоростные M.2 накопители. Ну и в качестве приятного бонуса идет RGB-подсветка. Подписывайся на канал Device, чтобы быть в курсе новостей железного мира и получать полезную информацию. Прожимай колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а оно выйдет ну очень скоро. Производительность процессора AMD Ryzen 7 5800X для игр можно назвать избыточной, а значит его с запасом хватит еще на 3, 4 или 5 лет гейминга с высочайшими настройками. С рабочими задачами он тоже справляется на ура, дают о себе знать 8 ядер и 16 потоков с турбочастотой до 4,7 ГГц. А если этого недостаточно, то Ryzen можно разогнать, получив еще большую производительность. Правда в таком режиме ему может потребоваться водяное охлаждение, а в штатном режиме работы для Ryzen 5 800X хватит и хорошего башенного кулера. Все же процессор не из холодных, но это обусловлено высочайшим уровнем производительности. Как вы думаете, хватит ли для такой сборки 8-ядерного Ryzen? Или может у него избыточная мощность? Отвечайте в комментариях. Для сборки на платформе Intel я взял новый Intel Core i7 12-го поколения без индекса K. Это значит, что у него заблокированный множитель. В таком случае нет смысла переплачивать за материнскую плату на Z-чипсете. B660 будет более чем достаточно. Я выбрал MSI Pro B660MA на DDR4 памяти. Ее форм-фактор Micro ATX, но с четырьмя слотами по дозе U, что пригодятся для будущего апгрейда. Из других положительных моментов хорошая элементная база с системой питания, которой хватит даже для Intel Core i9. А еще она отлично справляется с разгоном оперативной памяти. Много дополнительного тематического материала мы выпускаем эксклюзивно для телеграм-канала. Ссылку на него ты найдешь в описании, переходи и подписывайся. Процессор в данной сборке 12-ядерный Intel Core i7-12700F. Старшие процессоры 12-го поколения компании Intel получили новую архитектуру с разделением на энергоэффективные и производительные ядра, которая уже давно используется в смартфонах. Спустя полтора года с момента их выпуска стало однозначно понятно, что решение было удачным, ведь в играх и рабочих задачах наблюдается большой прирост. Данный процессор не поддерживает разгон, но даже в стоке его производительности хватит для любых задач с большим запасом, в том числе и для игр. Хочешь узнать цену на этот процессор и другие комплектующие? Воспользуйся ссылками в описании к видео, они ведут на проверенные магазины с самыми выгодными предложениями. Оба процессора явно не из холодных. Тот же Core i7-12700F со снятыми лимитами потребляет до 180 Вт энергии. По этой причине я выбрал достаточно мощный кулер ID Cooling SE214XT. У него алюминиевый радиатор с четырьмя тепловыми трубками и медное основание. Такая конструкция достаточно эффективно отводит тепло. При этом на максимальных оборотах уровень шума не превышает 27 дБ. У данной модели присутствует подсветка стандарта FRGB, это значит, что она не настраивается отдельно, а сами цвета сменяются по очереди. Ну и приятным бонусом станет комплектная термопаста, она не нанесена на основание кулера, а идет в отдельном пакетике. В такую цену хотелось бы уместить 32 гигабайта оперативной памяти, но я решил ограничиться 16, чтобы не пришлось экономить на других комплектующих. При этом взял хороший комплект из двух планок Kingston Fury Beast с RGB-подсветкой, XMP-профилем на 3600 МГц и таймингами CL17. Высокая частота памяти хороший плюс к процессорной производительности, а особенно сильно это скажется на райзене. У данного комплекта оперативки крупные радиаторы с настраиваемой RGB-подсветкой. Это отлично вписывается в концепцию сборки, ведь на материнской плате, кулере и корпусе тоже присутствует подсветка. Размер современных игр зачастую превышает 50 гигабайт, а иногда даже 100 гигабайт. А в будущем эти числа будут только расти. В связи с этим я решил взять высокоскоростной накопитель с запасом Crucial P5 на 1 терабайт. В теории можно было бы доплатить и выбрать вариант SSD с PCI Express 4.0, чтобы получить лучшие скорости для чтения и записи. Но в абсолютном большинстве сценариев даже 3000 мегабайт в секунду на запись будет достаточно или даже избыточно. Компания AMD выпустила очень удачную линейку видеокарт Radeon 6000 серии. И именно ее я выбрал для сборки модель RX 6600 XT. Сейчас компьютерное железо подешевело, поэтому она укладывается в бюджет. И несмотря на объем видеопамяти в 8 гигабайт, а это немного по нынешним меркам, данная карточка идеально подходит для Full HD гейминга с ультра настройками графики, а для многих игр даже для разрешения в 2К. Вы сами в этом убедитесь в тестах, которые будут в конце видео. Из других положительных моментов стоит отметить невысокое энергопотребление, если сравнивать с аналогичными видеокартами от Nvidia. И не стоит забывать о поддержке технологии FSR, которая повышает производительность за счет нейросетей. Первая ее версия сильно портила графику, делая ее мыльной, но в последних обновлениях AMD исправила этот недочет. Правда, не могу не упомянуть тот факт, что у RX 6600 XT не слишком хорошая производительность при включении трассировки лучей. Все же в этом плане карточки от Nvidia демонстрируют себя с лучшей стороны. Без разгона энергопотребление обеих сборок не должно превышать и 500 Вт. Но все же блок питания я решил выбрать с запасом, ориентируясь не только на мощность, но и на другие параметры, а также на элементную базу. В этом плане мне приглянулся Gigabyte P650B на 650 Вт с бронзовым сертификатом. Приобретая его, можно не беспокоиться о перепадах напряжения электросети, неожиданных отключениях и других нежелательных ситуациях. Ведь он очень надежный и качественный, при этом имеет более чем адекватный ценник. Ну а в случае с Ryzen он хорошо продемонстрирует себя даже в умеренном разгоне. Единственное, у него не отстегивающиеся кабели. Но они не часто встречаются в блоках питания такого ценового сегмента, в основном они имеются в более дорогостоящих моделях. Обе сборки никак нельзя назвать холодными, поэтому при выборе корпуса я в первую очередь ориентировался на качество циркуляции воздуха, а уже потом на внешний вид. И в итоге по обоим параметрам мне понравился Gigabyte C200 Glass. Лицевая сторона корпуса выполняет исключительно декоративную функцию, ведь на ней находится линия светодиодной подсветки, а все кнопки и USB-разъемы расположены сверху. Причем оба USB стандарта 3.2 Gen1, то есть высокоскоростные. В базовой комплектации присутствует один 120-миллиметровый вентилятор, ну а если его не хватит, то можно доставить еще 5 штук. Ну и заодно отмечу полевой фильтр на магнитах, а значит корпус будет удобно чистить. Чего хотелось бы ожидать от сборки за 100 тысяч рублей? Разумеется, впечатляющей игровой производительности, достаточной даже для 2К. Пора проверить собранный компьютер в играх. На экране вы видите тесты четырех требовательных проектов с указанием настроек графики. А если чуть подкрутить настройки, то можно добиться стабильных 60 фпс во всех играх. Это была наша сборка за 100 тысяч рублей. Если она показалась тебе сбалансированной, то разверни описание ролика. Там ты найдешь ссылки на все комплектующие для покупки в проверенных магазинах и промокод, чтобы сэкономить. Я буду рад каждому лайку и подписке, это большая поддержка для канала. И не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Увидимся совсем скоро!